Намаскар, дорогие друзья! Сегодня проект Уроки Медитации исполняется 10 лет. Такой юбилейный выпуск. Уроки медитации начался в такой трудный момент. Не то, что трудный, но момент очень сильного моего душевного напряжения. У меня был период, когда я ездил, постоянно путешествовал, и вот 20-25 городов я постоянно объезжал. То есть ездил, лекции давал, встречался с людьми, учил медитации. И у меня был такой режим, что выезжаю и 4 месяца домой не возвращаюсь. 4 месяца один город, второй город, третий город. А потом я сидел, медитировал, и у меня там что-то щелкнуло в голове, что всё, хватит ездить, надо сейчас строить духовный центр. Ну и я сопротивлялся, сопротивлялся, а потом всё-таки покорился этому внутреннему чувству. И вот я уже весь такой оброс бородой, уже с бензопилой, с дрелями, с шурупами, на крыше, под крышей, в подвале, там, с унитазами, со всем, вот с этим, строю полностью. Погрузился вот в эту очень грубую деятельность. И приезжает ко мне друг и говорит, Дада, разговор есть. Я говорю, ну пойдём. И он говорит, Дада, надо записать курс по медитации. Я говорю, зачем? Он говорит, чтобы люди медитировали. Я говорю, ну всё, я в деле. И он, значит, кооперировался с ещё одним братом. Они проспонсировали создание сайта, всё там сделали базовый какой-то дизайн. И говорят, всё, Дада, с тебя 10 видео. Мы с Манишей, до сих пор она с самого начала, и вот до сих пор она в проекте. Мы с ней сели, я говорю, Маниша, нужен твой гениальный мозг, нужна твоя суперразумность. Задавай мне вопросы, я тебе буду отвечать, и мы консолидируем весь мой опыт, который у меня был к тому моменту в обучении медитации, чтобы создать базовый курс. И вот мы подумали, я говорю, вот эти вот вещи нужно для того, чтобы человек освоил медитацию, и вот самое-самое необходимое, чтобы человек мог медитировать и вдохновляться от этой практики и получать большую пользу. И вот так мы создали с ней базовый курс. Потом сделал курс по яме-не-яме, потом сделал курс по биопсихологии, секретам успеха. И вот на этом сайте мы всё это выкладывали. А потом я увидел, что на Ютубе, на Ютубе-то смотрит народ, и растёт количество подписчиков, я думаю, ну так и надо Ютуб, наверное, развивать. И вот я начал уже Ютуб развивать. И я помню, был такой момент у нас, у меня друг тоже есть один, один из моих учеников, вот он тогда занялся таким блогерством и развлекательный контент делал, и вот у него, значит, анимеш зовут его, Амитеш. Амитеш, да. Вот он и его сестра, свастя, они тоже занимались, и мы дружили тогда, они тоже у меня на проекте были, и в стройке помогали, и всё. И он говорит, да-да, план есть, давай сейчас твой продвинем канал. Я говорю, какой план? Он говорит, давай запиши самое-самое простое видео про медитацию, и мы его пропиарим у себя на каналах. Значит, я записал, и мы строго синхронизировано, я опубликовал. Как только я опубликовал, они у себя опубликовали. И поэтому сразу большое количество людей пошло, и алгоритмы увидели это, и видео полетело в топ, вышло, и оно стало таким локомотивом, и начало привлекать больше и больше людей на канал. Вот, ну и люди начали смотреть. Я помню, был такой момент, всегда, вот, начало было такое, что 100% лайков, 100%. То есть каждое видео опубликуешь, одни лайки сплошные, ни одного дизлайка. Но я уже к этому так привык, думаю, о, классно, всё, людям нравится, здорово. И был такой момент, я смотрю, таданс, дизлайк стоит. Я такой думаю, о, больно прям. Думаю, ну что же я вам плохого сделал? Почему вы поставили этот дизлайк? Ну то есть ты не понимаешь психологию, как вообще люди думают. Ну, кому что, мало ли что, там не понравилось, на тебе дизлайк, держи. И я помню прям такое, полдня у меня было и размышлял, почему же, что же такого-то? Что плохого я человеку сделал? Вот. Ну а потом, конечно, было и дизлайки, и комментарии. Но в основном, слава Богу, 99% хороших лайков и комментариев. Вот. Это вдохновляет, конечно. Ну вдохновляет меня... Ваша поддержка однозначно. Вдохновляет меня моя тоже решимость. То есть я решил, что я буду это делать. Буду это делать, какие бы не были у меня обстоятельства жизни, я буду искать вдохновение в себе и этим вдохновением делиться. Потому что я думаю, что это очень хорошую работу делает. Ну изначально я даже не рассчитывал, что мы так вырастем. Сегодня мы уже более 700 тысяч подписчиков. И английский канал тоже растёт, там почти что до сотни уже дорос. Сегодня мы дошли до того, что мы большая команда. У нас больше 30 человек, которые постоянно работают, и волонтёров тоже очень много. Вот я так вот делал-делал Ютуб, и потом люди начали писать нам, и как приехать, как увидеться, как лично обучиться. И люди отовсюду, отовсюду... Я в Сибири тогда жил, начали приезжать к нам в центр, участвовать в ретритах, знакомиться. Всегда подходят, говорят, да-да. Сейчас тоже так же продолжается. Вот я сейчас с Кыргызстана приехал. Много людей подходило и говорят, да-да, вот ничего не надо, просто хочу сказать намаскар и поблагодарить. Я говорю, за что поблагодарить? Кто-то говорит, да-да, этот проект спас мне жизнь. Я говорю, как он мог спасти жизнь? Я был в очень глубокой темноте, но просто начал смотреть, 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 смотреть и просветлело. А потом начал практиковать. И у меня жизнь разделилась на до и после. И такие отзывы фактически... ну фактически на каждом ретрите. Люди подходят и именно вот это говорят, вот это происходит. Это, конечно, очень здорово. Моё видение такое, то есть я хотел создать... У меня три задачи. Первая задача – это я хочу вдохновить людей на практику медитации. Вторая задача – для практики медитации необходимо мировоззрение, позитивное мировоззрение. медитация без наличия такого честного, порядочного, хорошего мировоззрения, она боль причиняет. Это как, знаете, сломанная машина, ты ей даёшь скорость, она едет и начинает разваливаться. Вот поэтому для исцеления психологии нужно сформировать правильное мировоззрение. И поэтому одна из моих задач – это вдохновлять людей на принципы ямы-неямы, нравственные принципы. С разных сторон их рассматривать, там, явно и неявно, для того, чтобы потихонечку человек начал принимать, что жить вот такой вот праведной жизнью – это самое счастливое состояние. Поэтому нравственные принципы, медитация. И третья вещь, которую я хочу достичь – это создание экосистемы. Дерево воткни в пустыне – оно погибнет. А воткни его в лесу – оно вырастет и будет процветать, и принесёт плоды тоже. Вот так же и человек, он начинает медитировать, но это как пустыня кругом. Никто не разделяет, никто не поддерживает. Все считают, что ты какой-то сумасшедший. Но сейчас ситуация меняется, и исследований много проводится в области медитации. И в целом это слово больше и больше входит в обиход, и люди понимают, что эта практика, она полезная, и уже не смотрят на тебя, как на сумасшедшего. Когда я начинал медитировать, именно так и делали люди. Они смотрели такие – ого, ты какой-то странный, ты там опасный человек, да? Я помню, сидел, в поезде медитировал. Так полиция подошла ко мне и говорят... Я говорю, а что, я что-то нарушил, я тут буянил, я тут как-то кого-то обижал или что? Они говорят, ну ты вот неадекватно себя ведёшь. И я говорю, ну всё, давайте проверяйте, что, где я неадекватно себя веду. Я не пью, я никого не ругаюсь, не обижаю никого, я просто сижу медитирую. Вот так было 20 лет назад. Сегодня ситуация поменялась, весь климат поменялся. Я хочу надеяться, что наш проект тоже немножечко Толику сюда добавляет, что он меняет взгляд. То есть медитация – это не какая-то такая загадочная, непонятная практика. То есть я хочу сделать так, чтобы каждый человек понимал, что медитация – это такая культура. Культура... Что такое культура? Как вот сельскохозяйственная культура? Сорняки вырываешь, а растения культурные – капуста, огурцы и помидоры – ты их культивируешь, ты их удобряешь, ты их взращиваешь. И вот медитация и такой вот духовно-нравственный образ жизни – это как культура. То есть вырвать сорняки, вырвать те вещи, которые внутри тебя создают разрушение, деструктив. И культивировать то, что позитивно, то, что тебя оживляет, то, что тебя одухотворяет. И я хочу это донести, чтобы это стало тоже... Это одна из моих целей, чтобы популяризовать медитацию так, чтобы все понимали, что такое медитация. И не было никаких предрассудков по этому поводу. Поэтому вдохновить, изменить мировоззрение, вдохновить на практику медитации и создать экосистему, что ты находишь единомышленников, и вместе вы помогаете друг другу поддерживать это вдохновение. И вот это начало... Оно само происходило у нас, органично очень. Ютуб начал расти, люди начали приезжать, люди начали знакомиться с нами. В какой-то момент мы осознали, что нужен ещё дополнительный инструмент, удобный, всё в телефоне сегодня. Мы начали делать приложение уроков медитации. Сегодня это прям хорошее такое приложение. Я помню, заявился в офис. У нас там... Они организовывали в то время ещё фестивали. Вот они работают над фестивалем. Я заявляюсь. Я говорю, ребята, надо делать приложение. Нет, я говорю, надо делать миллион часов Киртана. Они говорят, да, да ты что, зачем, когда? Я говорю, завтра уже надо делать. Они такие, все напряглись, но начали думать, благодаря какой-то взаимной любви и авторитету моему. Они говорят, ну ладно, да, давай будем думать. Ну и решили под это дело сделать приложение. И потом это приложение уже начали развивать. И вот сейчас это хороший инструмент. Сейчас мы дошли до того, что там создали такую вселенную саморазвития, это прям такой путь. Идёшь, ну, можете в приложении посмотреть такой путь. Вот что тебе надо сделать, чтобы пройти, чтобы поднять свой уровень медитирующего. Какие тебе вещи нужно, какие тебе лекции нужно прослушать. То есть такой гайд. И вообще очень удобное приложение. Там можно найти все видео, можно статьи почитать и так далее. Много инструментов. Ещё мы делаем большую команду уроков медитации. Это где я или другие учителя, или другие наши участники проекта. Мы отвечаем на вопросы подписчиков в Zoom. Ну и вместе медитируем, вместе вдохновляемся. Вот так. Ну вот такой у нас путь. Сегодня мы дошли уже до 700 тысяч подписчиков, больше. Я надеюсь, с вашей помощью дорастём до миллиона. Это будет такая большая цифра, будем праздновать с вами миллион. Хочу вас поблагодарить. Многие, некоторые тоже говорят, да-да, я с самого начала, вот с самого начала. Только первые-первые появились видео. Я с самого начала смотрю, медитирую, жизнь моя поменялась. Я вас благодарю, что мы столько лет вместе. Надеюсь, что мы тоже ещё много лет будем вместе оставаться. Для меня каждый год я думаю, как я вообще буду продолжать. У меня есть это намерение, что я буду записывать постоянно новые видео. Но каждый раз для меня это какой-то такой... Ну я не знаю, о чём записывать видео. То есть каждый раз мне нужно что-то новое найти. И тут вот недавно... Я ездил, там собрание было у меня с другими учителями. И один из наших старших учителей, он делился... Он хорошо знает санскрит и он делился... Штудирует сейчас писания различные, ну классические. И вот он штудировал гуру-гиту и из этой гуру-гиты он делился некоторыми стихами. И вот у меня несколько впечатлило, я тоже вам расскажу так, на закуску уже к этому видео. Одно было такое, что... Описывается гуру, духовный учитель. Гуру гунатита гукараха. Это значит, что буква гу означает, что он гунатита за пределами качеств. То есть чисто духовное существо. Ру-патита ру-гараха. Это значит, что он за пределами формы. Это вот я в той связи, что когда я записываю, я медитирую на гуру, на своего гуру. И люди думают, что гуру – это какой-то человек, это какой-то образ. Но гуру за пределами качеств, за пределами формы. И вот этот я... Как это высказать даже? Я не знаю. То есть это такая дверь. Через образ и форма ты входишь в дверь туда, где нет образа и формы. Туда, где бесконечное знание. И вот вторая шлока интересная тоже. Она меня так впечатлила и вдохновила, и воодушевила очень. Потому что это мой опыт. Это мой фактически еженедельный опыт, когда я с вами. Говорится так, что всего лишь маленькое воспоминание о гуру ведёт к тому, что знание начинает спонтанно литься. То есть как родник открывается, и знание начинает идти. И вот поэтому для меня это такой... Уроки медитации – это моя очень любимая и очень ценная обязанность, которую я сам на себя взял. Я делаю это, но так, как я делаю, это помогает мне входить в область вот этого знания. И открывает это знание, и меня самого вдохновляет. Поэтому я первый подписчик уроков медитации. Я не автор, конечно, уроков медитации. Я подписчик, который первый ставит лайк. Просто это видео, оно идёт через меня. Я ставлю ему лайк. Мне нравится, я воодушевляюсь. И потом оно меня вдохновляет следующую неделю. Поэтому уроки медитации в первую очередь поменяли моё собственное мировоззрение. Потому что этот контакт происходит с духовным необъяснимым, космическим, вдохновляющим, воодушевляющим. И моё мировоззрение, оно тоже очень сильные изменения претерпело благодаря тому, что я вот эти видео записываю. Так что вы вдохновляете меня, даёте дополнительное вдохновление. Ну, надеюсь, будем вот так идти вместе. Вместе я верю, что... Однажды я слушал песню... Уж не помню, что за песня была. Но мне там понравилась такая фраза, что... Love persivirs. То есть любовь, она настойчива, она выживает. Что вот если ты любовь отдал, эта любовь, она не исчезает никуда. Она касается какого-то человека. Она живёт в этом человеке. И потом этот человек... Из этого человека любовь в другого человека перепрыгивает. И в следующего человека перепрыгивает. И она так размножается. То есть она продолжает быть. И вот... Ну, конечно, это... Для меня это большое благословение. Поэтому я благодарю всех, кто работал над этим проектом. Всех моих операторов. Они такие были все. Ну, и есть... Они все мои друзья. Ну, какое-то время мы вместе... Там был вот период. Вместе двигались. Очень такая хорошая дружба. Осталась с каждым оператором. Всех участников команды. И всех зрителей. Вот я благодарю. Надеюсь, мы с вами ещё... Через 50 лет буду тоже записывать ролик. И все эти 50 лет будут интересными. Я уже старый такой буду. Весь. Уже при смерти я скажу. Всё. Всем наваскар. Увидимся в следующей жизни. Ну, даст Бог, это будет так. Вот я думаю, что мы будем вдохновляться. И самое моё главное пожелание к вам, это... Практикуйте. Практикуйте медитацию. Живите вот такой нравственной, вдохновляющей жизнью. Чтобы душа была не больная, а здоровая. И чтобы из вас постоянно этот свет лился везде, на всех, вокруг. Чтобы вы были центром вот этого вдохновения для своего окружения. Вот, глядишь так, что-то мы и сможем сделать для этого мира, для этой Вселенной. Ну, а мы с командой будем работать, будем стараться делать проект более удобным, более системным, более таким понятным. Вот, и ещё хочу вас пригласить по ссылкам, можете зайти. Там будет, раз у нас такой день, то можете пойти и зайти там сделать ссылки на видео по карме, подборка личных видео. Потом можно сделать принты с разными цитатами с нашего проекта. Ну, много разных таких классных, интересных вещей. Подключайтесь к нашим проектам, таким как большая команда уроков медитации. Вот, ну и будьте с нами, проходите через все курсы. Приезжайте на ретриты. Вот, сейчас был недавно в Киргизстане ретрит большущий, огромный. В следующем году опять будем делать. Везде... Узнавайте, где проходят ретриты. Участвуйте, резитируйте. Всё. Спасибо большое за просмотр. Всех нас поздравляю с десятилетием. Это десятилетие уже такой, этот, мальчик такой уже... Мальчик или девочка? Уроки медитации, кто знает. Ну, ребёнок уже такого десятилетнего разумного возраста. Уже фактически сам самостоятельный. Ну всё, двигаемся вперёд. Намаскар. Дорогие друзья, это видео и вообще в целом проект Уроки медитации. Мы не имеем какого-то большого финансирования. Проект существует только благодаря вашей поддержке. Я очень высоко ценю эту поддержку. Все, кто хочет поддерживать, моя большая благодарность. И информацию об этом можете найти под этим видео, в описании под этим видео. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok